На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне стартовали три из четырех четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Неман и Лида ограничились одним результативным броском. Он на счету Гродненской команды, которая вышла вперед в серии. Исход поединка в Молодечной между Гомелем и Динамо также решила одна шайба. На старте второго периода Егор Воронов открыл счет в матче и, как потом оказалось, принес победу Зубрам. Старт четвертьфинала с участием Солигорского шахтера и Жлобинского металлурга получился более результативным. На девятой минуте Феклистов вывел Столиваров вперед. Горняки вскоре усилиями Левко счет сравняли, правда ненадолго. Благодаря точному броску Кунцевича металлург отправился на первый перерыв, ведя в счете. На экваторе второй и третий Бокун цифры на табло уравнял. Дело плавно шло к овертайму, но в самой концовке Столиваров подвела дисциплина. На последних минутах третьего периода гости схлопотали два удаления к ряду и остались втроем против пятерки соперника. Такой шанс Горняки не упустили. Буиницкий за пять секунд до сирены принес победу шахтеру. Вторые поединки серии проходят сегодня. Женская команда гонбольного клуба Гомель оформила очередную викторию в чемпионате Беларуси. На этот раз напора гомельчанок не выдержал Ругор БМТУ-2 35-27. В субботу 9 марта подопечных Тома Жачаттера ожидает куда более важный и сложный матч. Гомель на своем паркете попытается отыграть отставание в шесть мячей в ответном поединке четвертьфинала Кубка Вызова против испанской Ракасы. Игра пройдет на арене Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. Напомню, что неделей ранее в Испании гомельчанки проиграли соперницам в 18.24. После двухнедельного перерыва, связанного с решающими матчами розыгрыша Кубка Беларуси, возобновляется чемпионат по мини-футболу. 19-й тур растянется на два дня. 9 марта гомельская ВРЗ отправится в гости к Гродненскому УВД «Динамо». А Светлогорский ЦКК сразится на выезде с Микашевичским гранитом. Центральным матчем тура будет противостояние четвертой и пятой команд чемпионата. Столица 10 марта ждет в гости гомельскую БЧ. В таблице дружина разделяет всего два очка. Пропускает 19-й тур новоиспеченный обладатель Кубка Беларуси – Литсельмаш. В Гомеле стартовал 23-й открытый областной турнир по боксу на призы мастера спорта международного класса Алексея Юкова. На соревнования приехали сильнейшие боксеры из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, России, Литвы и Украины. Первые предварительные поединки прошли накануне. Сегодня они продолжаются. Полуфиналы пройдут 8 марта с полудня. Финальные бои – 9 марта в 11.00. Место проведения – зал бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Отмечу, что на соревнованиях присутствует супервайзер от Европейской конфедерации бокса Валерий Лаптев. Во время своей спортивной карьеры он боксировал вместе с Алексеем Юковым. Во-первых, первое впечатление, когда меня назначили сюда на турнир Алексея, а мы с ним были вместе в сборной команде Советского Союза. Еще у нас был товарищ Андрей Акуров. Еще несколько человек были с Беларусью. Конечно, первое – это я рад, что я увижу друзей. Ну и второе – то, что все-таки мы увиделись. Я рад, что у Алексея получается своя работа, что все с него проводятся турниры. И это очень большое подспорье для молодых мастеров. В Турции состоялась международная матчевая встреча по легкой атлетике среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. Участие в соревнованиях приняли команды Турции, Украины, Казахстана, Франции и Белоруссии. Белорусская команда в общем зачете заняла третье место. Победили французы. В бронзовый успех белорусов внесли вклад и представители Гомельской области. Марк Потей с новым личным рекордом выиграл финальный забег на 400 метров. Степан Чешанков показал третье время в забеге на 60 метров. В смешанной эстафете 4 по 200 метров. Степан и Марк вместе с Лаурой Романович и Дарьей Карпович. Завоевали серебро. В шаге от пьедестала остановилась Виктория Воронец. Спортсменка финишировала четвертый на дистанции 3000 метров. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова